Я в Питере позавчера поднял очень важную тему, это тема понимания, как действует энергия любви, попытался более глубоко это обсудить и понял, что я раньше не копал это так глубоко и зря, потому что многие люди испытывают трудности в отношениях с близкими людьми, только может быть из-за непонимания вот этого вопроса, то есть это вопрос такой, что энергия любви, она сама по себе отличается, вот есть деловые, есть любовные отношения, любовные отношения это игра, и люди часто, как бы не понимая этого, начинают ругаться с близким человеком, пытаться его доказывать ему что-то, принципы ставить, и сам вот этот стиль, ну то есть деловые отношения, как они строятся, они строятся вот так вот, допустим, если ты, допустим, начальнику говоришь. Да, я понимаю, что у нас атомный реактор, все нормально, все сделаю классно, и он говорит, вы увольны. Почему, потому что стиль, сам стиль, как бы поведение указывает на то, что человек очень опасный, ну то есть если он как бы смотрит на тебя прямым взглядом, говорит, да, есть, слушаюсь, все будет нормально, отдам свою жизнь. Ну то есть, как бы тогда все, начальник спокойствует, слава Богу, у нас атомный реактор как бы нельзя, как бы. Вот, понимаете, это деловые отношения, они сотканы из серьезности, подчинения и вот такого твердого стиля. Но близкие отношения, отношения любви, они сами по себе тоже очень серьезные, они очень серьезные, потому что люди должны верность сохранять всю жизнь там, даже просто побыть с чужим мужчиной и ласково смотреть на него. Это уже серьезное предательство и за это потом Бог будет сильно наказывать или женщиной с чужой там, ну то есть это за это человек будет терпеть наказание потом. Но вот если говорить о способе отношений, вообще между родственниками, всеми, этот способ отношений на самом деле его природа это игра. Допустим, мы это хорошо понимаем, допустим, положите чуть ближе, а то он свалится, его на край положим. Вот, понимаете, а вот допустим, когда мы с ребенком строим маленькие отношения, мы часто, вот человек, если сильно любит своего ребенка, он с улыбкой говорит ему «Ты уроки выучил?» он говорит «Нет, а надо?» Вот. И он «Нет, не надо». Пойдем, пойдем. И он идет из-за любви. Он не хочет учить уроки, но из-за любви идет. Потому что сама природа отношений, когда человек любит, это природа игры. И допустим, мы видим, допустим, когда вот там, особенно в индийских фильмах, там вот это вот, мы видим, играют друг с другом там, там, эти как бы парень с девушкой, они танцуют там, вместе смеются, она от него убегает, он догоняет, потом наоборот, вот, она над ним шутит. Вот. И как бы вот это все как бы создается очень такое красивое чувство внутреннее. Вот. На самом деле следует понять, что отношения любви всегда имеют очень хрупкую и тонкую основу. Поэтому женщины сами по себе, они, ну, как бы они и требуют очень таких хрупких, нежных, тонких отношений. У них психика именно так устроена. Именно для того, чтобы поддерживать любовь, отношения любви у женщины. Поэтому чувствительная психика, хрупкий характер такой, она обижается по каждой мелочи и так далее, и так далее. Это все как бы именно для любви предназначено, потому что сами отношения любви, они имеют очень хрупкую природу и очень ранимую. Но следует знать, что эта ранимость уменьшается, если два человека понимают, как правильно строить отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова